1 августа 1942 года Незнакомец потребовал, чтобы офицер сдал оружие и написал раскаяние в своей шпионской деятельности. Сам же отправился на улицу встречать опергруппу. Только через несколько часов ошеломленный майор Константинов понял, что не спросил у таинственного незнакомца ни удостоверения, ни санкции на обыск. Безропотно отдал ему табельное оружие и, как оказалось, позволил вынести все свои ценности. Этот человек был не сотрудником НКВД, а опытным квартирным вором. Благодаря своей ловкости и принципам, которых придерживался до самой смерти, он стал легендой московского уголовного розыска. Его звали Борис Бендрой. Впервые о необычных квартирных кражах в Москве заговорили в сороковые годы. Вор Виртуоз неоднократно выдавал себя за работника правоохранительных органов НКВД или Московского уголовного розыска. Проводил так называемый обыск. Он был настолько импозантен, вежлив и обходителен, что добропорядочным гражданам даже не приходило в голову потребовать удостоверения или ордер на обыск. Зачастую перепуганные москвичи сами отдавали лжеагенту все свое имущество. Представьте себе такую картину. Вор проникает в что-то помещение, в что-то квартиру, пакует все в чемоданы, и в это время приходит хозяин, хозяйка или еще кто-то. Ему надо таким образом это сделать, потому что тут надо вот с долей секунды сориентироваться, естественно, и речь должна соответствующим образом выстраиваться, то есть она должна быть убедительной. Однажды вор, застегнутый врасплох молодой женщиной, вновь представился сотрудником НКВД и вывел ее на улицу. Здесь грабителя ждала машина. Поцеловав барышню руку, он произнес, я пришел вас арестовать, но вы так очаровательны. Единственное, что я могу для вас сделать, сказать, что вас не было дома. Уезжайте немедленно. Сам же вернулся и продолжил спокойно упаковывать награбленное. В начале сороковых годов о подобных выходках в Муре еще не слышали. Сыщики были уверены, что никто из известных воров не способен на такие изящные ограбления. Но, как оказалось, они ошибались. 17 апреля 1942 года из Сиблага бежал неоднократно судимый вор-рецидивист. В Новосибирске он украл документы у раненого красноармейца Григория Парсиданова и через некоторое время заявился с ними в Москву. В 1937 году его осудил военный трибунал города Ленинграда на два года. В 1938 году в Москве его осудили на три года. В 1940 году особое совещание НКВД СССР осудило его на 8 лет лишения свободы. Через два года он бежит из Печерлага. В 1942 году осуждают на 10 лет в Москве. Он выступал под различными фамилиями. У него было более пяти фамилий. Доставал фальшивые документы, соответственно. То есть в те годы, вы знаете, степень защиты документов была не столь высока, поэтому достаточно легко он мог обзавестись фальшивыми документами. Но со временем настоящее имя преступника стало более чем известным в Муре. Этот на редкость невезучий вор 11 раз бежал из мест заключения и жил под разными фамилиями. Евгений Михайлов. Он же Иван Антиповский. Он же герой многочисленных рассказов известного советского писателя, начальника следственной прокуратуры СССР Льва Шейнина. Вор правильный по преступным законам и справедливый по своей собственной совести. Настоящее имя Борис Венгровер. Уголовная кличка Венгар. Революцию Венгровер встретил 13-летним подростком. Страна нищенствовала и голодал. Беспризорники сбивались в стайки вокзалов, рынков и помоек. Всюду, где можно было поживиться. Промышляли в основном воровством. Когда он был молодым, и когда он все это дело проходил с опытом, наставником, в какой-то школе, там были школы воровские, так сказать, определенные, то есть на квартирах они замки рассматривали, все это дело, отмычки они, так сказать, передавали своим ученикам все это дело. Потом на дело их выносили и показывали, как это все делается. Сначала на скрёме стоишь, потом непосредственно с самим этим присутствуешь во время открытия и так далее. К началу революции в России уже сформировались основные масти преступников. Элитой воровского мира стали так называемые Иваны, криминальные авторитеты, прообразы нынешних воров в законе. Среднее звено, паханы, были рядовыми рецидивистами, а низшую косту называли шпанкой. В неё входили обычные простолюдины, в основном безграмотные крестьяне, совершившие преступления по пьянке, по глупости или даже случайно. Во времена НЭПа ожили частная торговля и предпринимательская деятельность. Была проведена денежная реформа. Благодаря ей рубль в короткие сроки стал стабильной валютой. Повсеместно открывались новые магазины, казино и рестораны, в которых гуляли советские новориши. Для воров настали золотые времена. Борис Вингровер уже тогда был известен в узких кругах своим дерзким стилем и умением находить выход из любой неожиданной ситуации. Был случай, когда он попал в одну квартиру, где в это время шёл семейный праздник. Там собралось много людей. Впереди на вешалке красовались котиковые, каракулевые шубы. Тогда котик был в моде, как норка сейчас примерно. И он просочился в эту квартиру каким-то непонятным образом, как всегда ему это удавалось, и начал эти шубы потихонечку снимать с вешалки. И когда какая-то женщина под смех и шум оживлённой компанией, под звон бокалов, вышла в коридор и вдруг увидала постороннего человека, который снимает эти шубы и собирает их, так сказать, в охапку, она его спросила, а вы кто такой, что вы делаете? Он ей спокойно ответил, а вы разве не видите? Я шубы собираю, сказал он, и спокойно вышел со стеной квартиры. Вот это был Венгроев. У него не переводились деньги. Он был щедр и обаятелен. Его окружали красивые женщины, и казалось, так будет всегда. Он рисковал и выигрывал. По крайней мере, не сохранилось никаких сведений об уголовных делах, возбуждённых против него в тот период. Между тем, именно в эпоху НЭПа, в криминальном мире, окончательно утвердились воры в законе, в качестве уголовной элиты. В отличие от Иванов, авторитетов прошлых лет, они выработали свою идеологию и своеобразный кодекс поведения. Воровской устав действовал очень твердо. Вообще, всё это особенно яркое выражение находило уже в арестантской науке. Потому что именно за решёткой там, чётко вообще говоря, неукоснительно чётко выполнялись все воровские понятия, все правила поведения. Ворам запрещалось служить в армии, участвовать в общественной жизни и вообще сотрудничать с властью, заводить семью, брать в руки оружие. Под страхом смерти нельзя было подводить, выдавать и обкрадывать друг друга, наносить побои и оскорбления, даже замахиваться на своих. Июнь 1941 года внёс свои коррективы в жизнь криминального сообщества. С началом войны по всем лагерям было объявлено, что те, кто желает искупить свою вину на фронте, будут освобождены и отправлены в Красную армию. В первые же дни своё согласие дали 420 тысяч человек, более четверти всех заключённых. А к середине войны на фронтах сражалось уже около миллиона зэков. Из них формировали специальные части, которые вооружали в последнюю очередь, но первыми направляли на самые опасные участки фронта. Из столицы при приближении немецких войск были эвакуированы многие предприятия и учреждения. Уезжавшие брали с собой в эвакуацию только самое ценное и необходимое. Всё остальное бросали в опечатанных, но оставшихся без присмотра квартир. Москва военных времён стала лакомым куском для воров-домушников. Забирали с собой в основном что? Деньги, облигации, в большом количестве тогда пользующиеся популярностью государственного займа, военного займа особенно, предметы антиквариата, старины, насильные вещи. То есть время было тяжёлое, то есть любая насильная вещь, она представляла собой какой-то практически интерес. В обвинительном приговоре от 24 марта 1945 года говорится, что только за период с 13 мая по 10 августа 1944 года Борис Венгровер совершил 26 квартирных краж. Со сбытом краденого тогда проблем не было. Москва просто кишела перекупщиками и портнихами, перешивающими ворованные вещи. Одной огромной ненасытной скупкой была Марьяна Роща. Ну, если вы вспомните знаменитый фильм «Место встречи изменить нельзя», как раз вот у одной из таких портних, отрицательный герой, рецидивист Фокс и останавливался. То есть та портниха, которая перекраивала, переделала ворованные вещи, то есть под своего заказчика. За период с 1939 по 1944 год Борис Венгровер был пойман и осужден пять раз на разные сроки. Наказание ни разу не отбыл. Дважды совершал побеги. Ну, в годы войны вы знаете, что было значительно легче бежать с мест лишения свободы, учитывая то, что большинство конвоиров было на фронте. Вот, соответственно, ослабла система охраны мест лишения свободы и тем самым пользовались уголовники. То есть в период войны как бы, так сказать, легче было бежать с мест лишения свободы. Оказавшись на свободе, он через какое-то время объявлялся в столице с новыми документами. Иногда он их просто воровал. Так было, например, в апреле 1942 года, когда венгар бежал из лагеря и по дороге в Новосибирске украл документы у раненого красноармейца Геннадия Парсиданова. Под этой фамилией он не просто жил в Москве, но даже сумел выхлопотать пенсию, как инвалид войны. 29 августа 1944 года Борис Венгровер осужден на 10 лет с конфискацией имущества. В сентябре 1944 происходит событие, которое в дальнейшем сыграет в жизни Венгровера большую роль. В числе фронтовиков, пополнивших ряды московского уголовного розыска, окажется 20-летний Владимир Корнеев, герой войны, бывший диверсант и разведчик, на которого близкие дважды получали похоронки. Он с 1941 по 1944 был на фронте. И в конце, ну, перед окончанием войны он получил ранение тяжелое. Его, значит, отчислили. Он был непригодный к военной службе. С 1944 года, и сколько он был? С 34 года с оперуполномоченного вырос начальника Мура. За 32 года службы в Муре Корнееву тоже будет суждено стать легендарной фигурой. Когда он был начальником Мура, я был лейтенантом, опером. Вот. Для нас это был авторитет непререкаемый, столб. А с другой стороны, Владимир Федорович тех времен запомнился тем, что он никогда не пушал голосу, практически никогда не пушал голосу. Не было такого, чтобы взять, так, нехорошую бумагу принесешь, некоторые по столу как-то бросят дело, пошел вон. Не умеешь работать, не умеешь писать. Владимир Федоровича такого никогда не было. До него все от лейтенанта до полковника были люди уважаемые, он всегда по-хорошему к людям относился. А уважаемый в своей воровской среде Борис Венгровер и на этот раз в местах заключения долго не засиживается. Он опять пишет рапорт с просьбой отправить его добровольцам на фронт. На этот раз Венгер действительно оказывается в боевых частях Красной Армии. С января по апрель 1945 года принимает участие в освобождении Кенигсберга. Сразу после победы вор вновь оказывается в Москве. С этого момента его жизнь и жизнь оперуполномоченного Владимира Корнеева развиваются словно по параллельным траекториям. В Москве Венгровера ждет удивительное событие, которое переворачивает всю его жизнь. Статный, одетый с иголочки, он всегда нравился женщинам и отвечал им взаимностью. Естественно, серьезных отношений заводить не мог. Но неожиданно Венгровер искренне влюбляется в девушку из приличной семьи. Клавдия Киняшева становится его женой. Женщиной, ради которой убежденный вор решит завязать со своим прошлым. Венгер впервые нарушает одну из главных заповедей воровского кодекса. Как вор он не имел права заводить семью. Это правило было продиктовано соображениями безопасности. Поддержание родственных связей могло привести к разоблачению не только самого вора, но и его подельников. Тем не менее, Венгровер предпочитает жизнь по собственным законам. Вскоре у молодоженов рождается дочь. Он ушел из воровского мира после огромного количества судимости, после того стажа, который он там зарабатывал. Он ушел из уголовного мира и хотел стать добропорядочным гражданином. Устроиться на работу, приносить зарплату жене. В 1945-м Венгровер устраивается работать на московский машиностроительный завод. В семье часто бывают гости. Борис всегда заводила в компании. Примерно в это же время в жизни оперуполномоченного Владимира Корнеева тоже происходят очень похожие события. Мы с ним познакомились в августе, а через три месяца он мне сделал предложение. Ну, и еще через три месяца мы поженились. Ничего, никакой свадьбы, конечно, ничего не было у нас. Пришли там его сотрудники, посидели за столом. Ну, ничего же не было. Дорогие продукты все были в комиссионных. Доваруга, у нас денег не было. Так собрали, какой-то стол. Поженились. Только вот для Бориса Венгровера семейная идиллия продлилась недолго. Добропорядочные родители девушки узнали, чем до свадьбы промышлял не взять. И тут же потребовали от дочери порвать с ним всякие отношения. Под борте своей души он сам рассказал. Естественно, у них был шок. И вот после этого как раз вот и повернулась судьба. В какую сторону она могла принять? Она могла принять, что они ему простили бы, да, то есть человек сделал действительно поступок сильный, достаточно, потому что он рассказал всю правду. Но они не смогли его понять. И они, ну, с точки зрения морали советской, это тоже понятно, потому что жить с человеком, который был преступником, по советским меркам, это считалось, конечно, достаточно таким поступком. Девушка какое-то время сопротивлялась, но отец пригрозил снова отправить дядя за решетку. Семья распалась. Это как-то повлияло психологически на его внутреннее душевное состояние, развод с этой женщиной, которую он любил. И он продолжал заниматься домовыми кражами. То есть период, когда он состоял в браке, на какое-то время он не занимался своей воровской деятельностью. Вот он, ну, есть сведения о том, что он любил свою семью, жену, а потом вот именно расставание с ней опять толкнуло его на воровскую стезю. На одном из судебных разбирательств вор признается, что после развода хотел покончить с собой. Его убивало, что он больше не может видеться с маленькой дочкой, что больше некому и некуда возвращаться после работы. Он снова оказался никому не нужен. Только возвращение к воровскому ремеслу позволило Венгроверу хоть как-то смириться с обидой, нанесенной ему судьбой. А в послевоенные годы для такого рода занятий открывались самые широкие возможности. За счет военных невзгод немало людей сколотило себе огромные состояния на разного рода спекуляциях и мошенничестве. Это и стало одной из причин денежной реформы 1947 года. Она готовилась в обстановке строжайшей секретности. Поэтому сразу после объявленного обмена денег люди кинулись в магазины и буквально смели то немногое, что можно было купить за деньги. В считанные часы с прилавков исчезли все неходовые товары, пролежавшие там годами. У Венгра же проблем с тем, как израсходовать криминальную наличность, никогда не возникало. Поскольку он принадлежал к воровской касте, настоящий, так сказать, профессиональный вор, они не имели права старовать себя собняки, не имели права жить богато, роскошно. Это люди, которые вели роскошный образ жизни только с точки зрения того, что они на эти деньги гуляли в шикарных ресторанах, они их просаживали, вместе со своими друзьями, с которыми они в одной, так сказать, в воровской касте. Все. То есть они украли много, эти деньги сразу же у них ушли, и до следующего дела они, так сказать, вот эти деньги должны проесть, прогулять. Венгровер, как русский барин, делал это широко и красиво. Он никогда не появлялся в местах, которые считались притонами. Ну, конечно, Венгровер не сходил для того, чтобы там ходить по каким-то там малинам. Хотя понятие малин, о малинах, тоже очень искаженное сейчас. Сейчас под малинами по нему какой-то притон вообще. Это же неправильно. Это совершенно неправильно. Малина, кстати говоря, всегда была вполне благоустроенная. Жилище, где опять-таки действовали определенные правила поведения. Там даже нельзя было матерно вырваться. Жизнь правильного вора была достаточно строго регламентирована и включала не только приятные моменты вроде ресторанных гуляний и отдыха на Черном море. Воры в той формации, они обязаны были сидеть в тюрьмах. Потому что вор, который не сидит в тюрьме, это не вор. То есть год-два гуляет, потом обязательно совершает такое преступление, чтобы его поймали. И садятся в тюрьму. Там они сидят, ведут себя с точки зрения воровской касты, потому что там за ними наблюдают, естественно, нормально. Значит, они доказывают, что они на правильном пути. Потом они выходят, освеживают и опять. В период с 13 мая по 10 августа 1947 года Венгровер совершает в Москве 26 квартирных краж. Действует дерзко, но неосмотрительно. В том злополучном для Бориса Венгровера 1947 году происходит его первое знакомство с Владимиром Корнеевым. Знакомство сыщика и вора. Хозяева только что обворованной квартиры заявляют о происшествии в милицию. Уже через 10 минут оперативники обыскивают близлежащие дома и дворы. Преступник, видимо, неудовлетворенной добычей, чистит еще одну квартиру в соседнем доме. Но на выходе его уже ждет Корнеев. Ему удается взять Венгра с поличным. После этого случая их пути будут постоянно пересекаться. 15 сентября 1947 года Венгровера осудили на 10 лет и этапировали в Нориллак. Здесь он отбыл 2 года, после чего бежал и был пойман. Специальный лагерный суд Норильска приговорил беглеца еще к 10 годам. Неудачника спасает только амнистия 1953 года. Венгровер возвращается в Москву, где продолжает заниматься своим преступным промыслом. Но на самом деле, закоренелый преступник мечтал совсем о другой жизни. Ему по-прежнему было запрещено видеться с дочерью. И всю свою нерастраченную отцовскую любовь он пытался отдавать чужим детям. В это время Борис Венгровер впервые начинает тратить награбленные средства не на себя, а на других. Он кормит малолетних бродяг, которыми кишела послевоенная Москва. Иногда даже приводит их к себе ночевать. Наверное, было что-то общее в характере известного вора с сотрудником московского уголовного розыска Владимиром Корнеевым. Тот тоже не мог пройти мимо голодных детей. Он привозил ко мне мальчишек. И кормили его, и этого мальчишку. И поговорит он с ним, и покормит. Корнееву это человеческое тепло спустя годы вспоминали даже те, кому не удалось избежать наказания. Много ребят с благодарностью, что вот когда-то он их отчитал, поругал, но там что-то, может быть, на какое-то наказание было. И вот они благодарны, что они потом пошли учиться. Хорошие семьи поженились, там хорошая семья у них. Благодарны были Владимиру Федоровичу. Вору-рецидивисту Борису Венгроверу эти редкие человеческие качества сыщика Владимира Корнеева тоже оказались по душе. Вот единственный человек, с которым Венгровер считался, и кого он действительно глубоко уважал, это был Владимир Федорович Корнеев. В сущности, почти все девять ходок Венгровера все закрывали с Владимиру Федоровичем. Ну, не все там, но последние ходки, большинство ходок Мура Владимир Федорович как раз закрывал. Он был крупнейший специалист по Венгроверам. К этому времени Владимир Федорович Корнеев уже начальник одного из управлений Мура. Но что же, кроме желания помочь бездомным детям, могло связывать этих двух, совершенно противоположных породу своего занятия людей? Все опера, так или иначе, работая, так сказать, постоянно с уголовным миром, они волей-неволей входят с ними в контакт. Понимаете? И между ними устанавливаются какие-то отношения. В основном это человеческие отношения, но они ограничены определенными, так сказать, нормами законов с той и с другой стороны. Те знают, так сказать, что тут надо остановиться, чтобы не оказаться сучиным. Со стороны опера действует закон оперативно-ростной деятельности. Понимаете? Вот, так сказать, так что как раз отношения Корнеева и Венгровера были, может быть, даже эталоном, образцом, можно сказать, понимаете, вот такие вот классические взаимоотношения опера и крупного вора, который понимает, понимает, что допустимо, а что нет. Они оба хорошо знали правила игры. Один подчинялся закону и понятиям о человеческой порядочности. Другой – неписанному кодексу воровской чести. Каждый прекрасно понимал рамки дозволенного и не требовал от другого большего, чем тот мог сказать или сделать. Мы жили на Руслаковской, и мы, как к нам получили зарплату, один раз в месяц они, и мы ходили в магазин покупать продукты. Ну, на месяц, в смысле. Сахарный песок, там, крупы какие-то. И мы зашли с ним в магазин, у нас там рядом был такой шульпотреба. Мы зашли посмотреть ему на пальто отрез. Стоим около перелавка, я смотрю, товарищ какой-то все так засматривается, на него засматривается. Я говорю, Володя, он говорит, не смотри в эту сторону. Ну, а потом, когда мы вышли, он говорит, начальник, начальник, здравствуй. Середина 50-х годов прошлого века ознаменовалась романтическим периодом Хрущевской оттепели. После долгих лет сталинских репрессий советский народ получил, наконец, возможность вздохнуть свободно. Страна была на подъеме, всюду бурлила жизнь, молодежь тысячами уезжала на стройки века. В безлюдных прежде местах по вечерам звучали у костра обязательные песни под гитару. Именно в эти годы Венгровер предпринимает новую попытку вернуться к честной жизни. Вместе с тысячами других советских людей он по призыву партии отправляется осваивать целину. Вора все еще не оставляет надежды вернуть семью. С каждым годом тяга к жене и дочери становилась все сильнее и сильнее. На целине Венгровер работает в поте лица, выбивается в передовики производства. Его имя на доске почета. Своими руками он строит игровую площадку в одном из детских садов. Матерый преступник в глубине души оставался человеком. Желание быть нужным и приносить добро всю жизнь соперничало с его криминальным характером. В это время в Москве за ударный труд фотографию Венгровера публикуют на передовице одной из центральных газет. Он уверен, что теперь его простят и позволят вернуться к семье. Но судьба распорядилась иначе. По фото в газете его опознал один из потерпевших. И Венгровер был вновь арестован. После освобождения вопрос быть или не быть вором перед Борисом Венгровером больше никогда не вставал. Судьба упорно возвращала его к преступному ремеслу. К тому же в жизни убежденного вора-рецидивиста теперь появилось одно очень необычное увлечение. И на него нужны были деньги. То есть он на эти деньги строил детские площадки, в детские дома переводил деньги. Это как раз истоки там. Потому что голодное детство он видел, что такое дети. Потому что взрослым помогать естественно он не помогал. Это было как бы ну что этим людям, которые работают на советской работе помогать еще. Пускай сами заколачиваются. А вот детям это самое святое. В середине 50-х в жизни Венгровера происходит неожиданная перемена. После смерти родителей жены, которые были непримиримыми противниками их брака, он наконец соединяется со своей семьей. Венгровер селится у жены в Воскресенске, где у нее была комната в коммунальной квартире. Устраивается на работу на местный химкомбинат. Семья теперь большая. У Клавдии Киняшевой за время развода родилась еще одна дочь. Но Венгровер одинаково любил обеих и конечно же родившегося в 1955 году сына. И хотя время, проведенное им в кругу семьи, было, как правило, недолгим между очередными отсидками. Каждый приезд отца дети запоминали надолго. Ну, во-первых, любое его возвращение для нас было праздником. Это праздник, как бы не только так, праздник изобилий, можно сказать, потому что намного интереснее становилось жить. Вот. Я один из первых приобрел самокат. Вот. Для нас это было во дворе такое чудесие. Но, правда, его разбили в тот же день. Сына Венгровер любил безмерно. Старался баловать, конечно, тогда, когда бывал дома. Правда, когда требовали обстоятельства, Венгровер умел быть и суровым отцом. У меня был такой случай. Ну, это, наверное, у всех мальчишек было. Все это прошли. Вы помните, появились такие магазины, универсалы. Вот. И на витрине лежали просто так, лежали конфеты. И было самообслуживание. Для нас это было дикоминг. Естественно, у нас у мальчишек были у всех пальтишки, было второе дно. Как бы. Вот. Ну, подворовывали, что там говорить. Кто попадался, кто нет. Мы пошли. Значит, ребят этих стали обыскивать, нашли, а меня пропустили. Ну, я сижу во дворе, нету ни ребят, никого. Я волнуюсь. Я весь на этом. Я выкинул эти конфеты. И, получается так, отец возвращается с работы. Он говорит, клади руки на стол. Я положил руки, он замахивается топором. Я зажмуриваю глаза. И он говорит, если ты еще раз запустишь эти руки, я все понял. Венгровер не пил, не курил, посещал театры, читал книги, правильно воспитывал детей. Много заботился о здоровье, обливался холодной водой, увлекался спортом, лыжами, коньками, греблей на байдарке и каное. Его образ жизни внешне был вполне адекватен образцовому облику советского гражданина. Это был очень культурный человек с высоким интеллектом, без вредных привычек совершенно, потому что на протяжении всей жизни, когда я уже осознанно общался с ним, он не курил, не пил, тем более мать по возвращению из мест заключения. Они не вылезали из театров в Москве, постоянно были. Был в курсе всех культурных событий. Что-то говорят, доходит так, что занимался конкретным меценатством. Но это неподтвержденные факты, потому что никто это не упоминал. До появления прославленной хоккейной команды «Химик» Воскресенск, где обосновался Венгар, был ничем не примечательным подмосковным городком с вредным химическим производством. Всю жизнь Венгровер увлекался спортом и решил приобщить к нему жителей Воскресенска. В нем проснулся талант организатора и общественника. Во многом благодаря его усилиям была создана известная хоккейная команда «Химик». Немало сил и нажитых преступным путем средств Венгровер тратил на поиск и убивание хоккейного инвентаря, строительство ледовых коровок. Он увлек хоккеем сына и тот играл за прославленную команду. В основном Воскресенск знает только по хоккейной команде. Поэтому все мальчишки спали и видели, когда они оденут на себя коньки, возьмут в руки клюшку. С первых шагов молодой хоккейной команде сопутствовал оглушительный успех. Уже в 1954 году неожиданно для всех и главное для самих себя она выиграла первенство РСФСР и Кубок России. Игроков даже хотели перевезти в Москву, но там они оказались никому не нужны и их к великой радости жителей Воскресенска вернули в родной город. Химик был настоящей рабочей командой, защищавшей честь родного предприятия. Игроки мечтали выступать в высшей лиге и в конце концов добились своего. А директор химкомбината признавался, когда вы ребята выигрываете, на комбинате повышается производительность труда. Особенно тесные отношения связывали Венгровера с первым директором Воскресенского химкомбината Опарином. Они могли изредка встретиться без посторонних глаз и даже опрокинуть по рюмочке коньяка. Истоком их дружбы была одна послевоенная история, едва не закончившаяся для Никиты Опарина трагически. Это касается бывшего нашего директора химкомбината первого. И он попал по политической линии в места заключения. Уже на зоне он попадает в лапы этих людей, которые его готовили к побегу на откормку. На тюремном жаргоне этот процесс назывался откормкой кабанчика. Матерые зэки, готовясь к побегу, отдавали свои пайки ничего не подозревавшему заключенному. Потом брали его с собой в тайгу и там, чтобы не умереть с голода, съедали. Таким заключенным оказался первый директор воскресенского химкомбината Опарин. Его-то и спас Борис Венгровер. Потом Венгроверу удалось устроить так, чтобы к осужденному приехала жена. А через год-два последовала реабилитация. Опарин вернулся и занял свое прежнее место. После освобождения Венгра директор комбината помог ему с пропиской и жильем в Воскресенске. Хотя, что на самом деле стояло за этой историей, можно только догадываться. Каким тайным влиянием обладал Венгровер, чтобы вершить судьбами на зоне? Помочь уйти на расконвоирование нужно быть либо хозяином зоны, держать зону, если он держал зону сам, как авторитет преступный, либо быть очень ценным агентом. До сих пор существует версия, что Венгровер мог быть агентом. Негласные сотрудники спецслужб люди специфические. Здесь не нужны ни комсомольцы, ни ударники производства. Требуются люди, пользующиеся доверием в криминальной среде. Только они способны давать ценную для раскрытия преступлений информацию. Одни работают за какие-то поблажки или за материальное вознаграждение, но есть и такие, кто работает из идейных соображений. Агенты постоянно ходят по острию ножа. Они должны знать о готовящихся или совершенных преступлениях, но сами не имеют права в них участвовать, иначе превращаются в обыкновенных преступников. Агент время от времени должен садиться в тюрьму. В противном случае он попадает в подозрение и к нему не будет того доверия. С другой стороны, агент, если он агент и он преступник, он не может отказаться от своего традиционного способа добывания средств существования, совершает эти преступления. Они, как правило, были корыстные. Он совершает эти преступления и без попутал. Без попутал, залез в карман, мы могли помочь. Если это можно было отмазать, мы могли отмазать эту уголовную ответственность. Если нельзя было отмазать его вообще, можно было ему скостить срок. Каким образом? Идешь, если это действительно ценный агент, идешь к суде и говоришь, вот это мой агент, и показываешь ему корки. Он мне помог очень много сделать. Если можешь, дай минимум. Он давал этот минимум. Внешне Венгер отвечал всем требованиям, предъявляемым тайному агенту. И эта версия могла бы объяснить многие странности его воровской карьеры. В частности, такие выходки, которые вряд ли зашли бы с рук кому-нибудь другому. Он обокрал квартиру начальника райотдела милиции. В воров, особенно воров патентованных, это считалось особым шиком. Обворовать квартиру милицейского начальника. Вот он обворвал квартиру начальника райотдела. И когда он уже собрал там все вещи, все, что его интересовало, и собрался уходить, неожиданно открылась дверь, и неожиданно вернулась жена начальника. И когда она увидела этого человека, она оторопела и спросила, а вы кто такой, и вообще, что вы здесь делаете, и почему вы... Он ей очень спокойно ответил. Ваш муж попал в серьезную неприятность, вот, мы забираем вещи, вещдоки, для опознания. Потом эти все вещи будут вам возвращены. А мужу передайте, чтобы, когда он вернется, чтобы он в течение 24 часов из дома не выходил. В его многочисленных уголовных делах всего один раз встречается секретная милициевская справка, составленная в конце 60-х годов. Чем же объясняется, что Венгровер продолжительное время не был разоблачен? А объясняется это тем, что он был исключительно осторожен, ни с кем из уголовников не общался, считая себя достаточно квалифицированным вором, хорошо знал методы работы уголовного розыска, так как в прошлом был агентом. Есть в биографии Венгра и еще одна загадочная страница. Во-первых, этот человек, который, как нитка в игольное ушко, мог совершить, так сказать, невероятное, он мог просочиться через границу. Он воровал ведь не только в Советском Союзе, он воровал в странах Прибалтики еще в те годы, когда там не было советской власти. Помимо стран Балтии, Венгровер наведывался в Румынию, Германию, Венгрию и Болгарию. Как он пересекал границу до сих пор остается тайным. Возможно, его широкие связи распространялись и на проводников, нелегально провозивших людей через границу. Но даже для них было непростой задачей возить одного и того же человека туда-обратно по несколько раз в год. Венгру явно помогала какая-то очень влиятельная сила. Правдоподобнее всего выглядит предположение, что за границей он выполнял некие деликатные задания спецслужб, которые всегда нуждались в услугах профессионалов, подобных ему. Может быть, что-то это и делается во благо Отечества. Так что не могу, я не могу утверждать. С его слов, да, действительно, это было. Но это было так все скоротечно. В середине 60-х тяжело заболела жена Венгровера. Врачи поставили страшный диагноз – рак. Борис бегал по врачам, искал лучших, уговаривал сделать жене операцию. Сын видел, как в туалете больницы отец передал хирургу 3000 рублей. Огромные деньги по тем временам. Единственное, что пообещал врач, операция продлит ей жизнь на полгода. Его диагноз оправдался. И Клавдии Киняшевой не стало в 1966 году. После этого Венгровер как с степи сорвался. Он совершает одну кражу за другой. За период с 14 ноября по 14 декабря 1966 года Венгровер совершил 30 квартирных краж. Главный оппонент Бориса Венгровера теперь уже начальник отдела Мура Владимир Корнеев хорошо знал его воровской почерк и привычки. Мог достаточно легко вычислить своего подопечного. Как только поступала сводка о том, что произошло вот такое какое-то необычное ограбление квартиры с какими-то вот такими понимаете ли виртуозными приемами, значит было понятно, что это работает Венгровер и Корнеев уже по почерку его сразу узнавал. Вот. Он его вызывал и говорил вещи надо сдать. И тот без разговора вообще говоря подчинялся. Вот такие отношения были между ними. После смерти жены Венгровер воровал то ли по привычке, то ли с горя, чтобы отвлечься. Традиционную воровскую формулу украл, выпил в тюрьму, он видоизменил на украл, отдал в тюрьму. Все это понимал и Корнеев. У жены знаменитого сыщика по рассказам мужа сформировался вполне определенный образ Венгровера. Я знаю, что он мне всегда говорил, что у него 125 лет общее. Вот Сташка, что его судили. И рассказывал, что, говорит, хорошая семья, очень хорошая, две дочери, сын. И говорит, эти дочери, его, говорит, пап, ну что тебе нужно? Я, говорит, по-другому не могу. Мне обязательно надо что-то украсть. В каком-то районе строили дом. Только, ну как у нас один корпус построили, второй. Так он залез туда, украл вещи и никуда не побежал. А там где-то внизу сел. Его там и взяли тепленького. Он говорит, я не собиралась убегать никуда. Мне не нужны никакие вещи. Вот он такой жулик был. В 1967 году в Москве учащаются квартирные кражи со взломом дверей. Преступник действует бесшумно и молниеносно. Свидетелей многочисленных взломов нет. В большинстве случаев кражи совершаются в первой половине дня в промежутке между девятью часами утра и часом дня. 19 января 1968 года вор, застегнутый хозяином на месте преступления на Октябрьской улице Воскресенска, не стал изобретать никаких легенд, а просто-напросто попытался убежать. Хозяин квартиры погнался за преступником и даже сумел сорвать с него шапку. И все же вору удалось скрыться. Но и на этот раз Корнеев безошибочно определил, что это дело рук его старого знакомого. Уже на следующий день сотрудник милиции с этой шапкой отправился к соседям по коммуналке, в которой жил главный подозреваемый. Представившись новым дворником, он спросил, не их ли сосед потерял на днях эту шапку. Единственный головной убор Венгровера тут же опознали. За ним было установлено наружное наблюдение, а в квартире поставили прослушивающую аппаратуру. 16.00, в квартире никого нет. 18.05, пришел объект, занимается хозяйством, ужинает. 21.20, объект вошел в комнату, молится. Господи всемогущий, помоги мне, не о себе думаю, о детях, не за себя молю, пусть я буду плох, умру раньше, я не буду роптать. Детей, детей спаси, милости будь, Господи, не ослепи ты меня, прости окаянного грешника, я очень грешен, я очень, очень грешен, Господи, окаянный я, грешный преступник. Когда сотрудники милиции приехали арестовывать венгра, вор-рецидивист проводил субботник на школьном дворе. В правомерность ареста руководство химкомбината, где тот по-прежнему трудился, долго не могло поверить. Сослуживцы давали о нем самые лестные отзывы. Работящий, ответственный, исполнительный, всегда готов прийти на помощь товарища, занимается общественной работой в воскресенской школе. К тому же инкриминируемые венгроверу кражи совершались утром, когда он, работая слесарем, вроде бы не покидал рабочего места. За период с 12 мая по 12 июня 1969 года венгер совершил 22 кражи. Выяснилось, что он всегда вовремя приходил на работу, показывался на глаза, где было нужно, а затем выбирался с территории комбината известным одному ему способом. Венгровера ждала машина. Он успевал совершить кражу в Москве и вернуться обратно на работу. А в начале 6-го всегда приходил домой. Однажды невольным свидетелем такой операции стал его сын. Значит, он взял такси, мы поехали в Москву. Он мне купил слив, чтобы я не ныл. Вот, и после этих слив мне до такой степени захотелось в туалет. Вот. А мы остановились в таком виде, и он сказал, что подожди буквально 5-10 минут, я скоро буду, и мы все твои проблемы уладим. Вот. Ну, может быть, ждали не 5, не 10 минут, но 15-20, там, в районе полчаса. Шофер дергался, нервничал. Вот. и я его еще доставал. Я помню, что отец возвращается с большим чемоданом. Это, чтобы я не ныл, он мне разрешил открыть этот чемоданчик. Водитель, когда увидел это зеркало заднего вида, этот чемоданчик был забит. драгоценностей, там, эти, не знаю. И я играл, и раскладывал их на заднем сидении, там все. Я играл в эти драгоценности, я делал пирамидки, там все это. Это я помню, прекрасно помню. Вот. Потом все аккуратно сложил, там все, и отец расплатился, он нас привез, он с Кресенской, отец расплатился, с ним дал ему кольцо. После ареста Вингровер активно сотрудничал со следствием. Подробно рассказывал, как и что воровал, где сбывал краденое, называл адреса всех ограбленных им квартир. На суде во всем чистосердечно признался и раскаялся. Давал советы, как лучше уберечься от воров. Единственной его просьбой было, чтобы на слушание не допускали сына. И тот сидел на лавочке перед зданием суда, ожидая, когда подследственных будут выводить и сажать в арестантский фургон. Тогда охранники дали им поговорить три минуты. Свой последний срок, 10 лет, Венгер отсидел от звонка до звонка. Никому из близких, даже сыну, знать о себе больше не давал. Говорят, страдал от быстро прогрессирующей катаракты и не хотел никого обременять. Каждый умирает в одиночку. Понимаете ли, так жизнь устроена, что уже, так сказать, лев, у которого выпали клыки, у которого сточены когти, он уже никому не интересен. И, кроме того, те люди, которые с ним были по жизни, они не очень-то понимают, что такое человеческая помощь. В общем-то. на исходе своей жизни Венгровер обратился к единственному человеку, который, как он считал, мог ему помочь. Неудивительно, что этим человеком оказался Владимир Федорович Корнеев. Человек, который всю жизнь его ловил. он позвонил Володе и говорит, Владимир Федорович, я, говорит, освободился, у меня прошла девятая ходка. Корнеев говорит, слушай, Борь, ты когда-нибудь угомонишься? Ну, можно надеяться, что хоть десятой ходки у тебя не будет? И Венгровер ему ответил на это, что все, я в завязке, я, говорит, больше не могу. Я уже стал старый, мне тяжело. Владимир Федорович, помоги мне устроиться в жизни. На первый взгляд, странная просьба, обращенная ко вчерашнему врагу. Или закономерное примирение на исходе жизни? Возможно, Венгровер понимал, что Владимир Федорович не откажет. Он всем помогал, только себе не помогал. Мы до 40 лет жили в 11-метровой комнате. А так он всем помогал. Если нам, допустим, ему давали, ну, тогда квартиру не давали, конечно, а только комнаты. Если ему давали, он говорит, нет, там хуже, он живет, у него там, допустим, больной ребенок. Он всегда отдавал, себе не брал. Владимир Федорович и на этот раз не отказал. И он ему помог устроиться, как сказать, типа хопсиса, что ли. Это вот такой приют для бывших зэков. И там он и умер. И там он и умер. Время и обстоятельства смерти, как и многое в жизни Венгровера, окутаны тайной. Дочь до сих пор безуспешно разыскивает могилу отца. Что касается Владимира Корнеева, то он скончался в 1997 году в звании полковника. О Корнееве до сих пор с теплом и благодарностью вспоминают не только сослуживцы, но и вчерашние нарушители закона. Во всяком случае, его жулики любили его жулики, потому что он не всех сажал. Не доводили, а не доводили, чтобы сажать, а нужно, чтобы раскрыть преступление. А не то, чтобы раскрыть и посадить. Были ребята молодые, кто булку украл, кто что-нибудь такое, но не за что было сажать. Оба эти человека навсегда останутся легендами Мура. Один честно исполнял свой долг, другой хоть и воровал, но слишком сильно отличался от тех, кто ворует. Это парадоксальное сравнение, ведь кажется, что впрямую сопоставлять этих людей нельзя. В основе воровской деятельности и всего, что с ней связано, лежит нажива. Причем нажива, вообще говоря, нечестная, не заработанная честным трудом, понимаете, наоборот, отторгнутая у тех, кто эти деньги заработал, кто создал это добро. Вы понимаете, и во всем этом, вот, даже в их воровском благородстве, которым они похваляются, по существу просвечивает самый обыкновенный цинизм. Самый обыкновенный цинизм. А и цинизм, честно говоря, это достоинство подлеца. Понятно, что людям, чьи квартиры были ограблены, вряд ли стало легче, если бы они узнали, что к Борису Венгроверу некоторые сотрудники уголовного розыска испытывали уважение. Между прочим, в Муре до сих пор ходит легенда о несостоявшемся ограблении квартиры обычного милиционера. Когда Венгровер в нее проник, то якобы ужаснулся царившим там серости и нищете. Расчувствовавшись, он оставил на столе деньги и записку «Советская милиция должна жить достойно». Конечно, Борис Венгровер был редким исключением из правила. Преступником, который всю жизнь искал ответы на вопрос «Как жить? По закону или по понятиям?» Он был вором, который в первую очередь обокрал самого себя. Редактор субтитров А.Семкин